Так, то есть вот этот файл, который мы рассматривали в прошлый раз, и у нас теперь есть какие-то данные, да, то есть мы получили, открыли его из файла, получили какие-то данные, перетасовали его в xy значения. Теперь вопрос, как, например, сохранить что-то, как другой файл, да, то есть в текстовом файле можно эти же данные как-то записать, можно их записать не в текстовом формате, можно их записать в то, что называется pickle формат, это питоновский внутренний формат. И сейчас просто в двух словах рассмотрим, что и как это будет работать. То есть предположим, что я, ну в первую очередь у меня вот открыт файл, мне его надо закрыть, прежде чем что-нибудь делать, хотя это в принципе не обязательно, я могу начать другую переменную, открыть столько файлов сколько надо. Вот, но чтобы, хорошая идея, когда заканчиваешь работать с каким-то файлом, закрыть, ну по сути, handle, да, чтобы не было лишнее открыто. То есть по-хорошему я даже это вот сюда поставлю, что здесь я перестаю работать с файлом. То есть мы назовем, не знаю, outfile, и мы его точно так же назовем open, дадим просто какое-то фиксированное имя. Опять же оно может быть передаваться как параметр, или как что-то еще, или он может спрашивать это в диалоге. Но сейчас для простоты я просто его закодирую и открою его на запись. Вот, запись в файл происходит очень просто, то есть я могу взять и сказать outfile.write, есть write lines, то есть я могу тоже вот писать по строчкам, но обычно я хочу писать вещи, как бы имея над ними контроль. Поэтому write просто дописывает к концу файла все то, что я пишу, то есть каждая следующая команда добавляет в конец. И потом я даю ему объект. Единственное, что объект, который я ему даю, должен быть строчкой. То есть не строчкой, а трингов, то есть текстом. Он не будет писать, например, numpy array. Он мне скажет ошибка, и такого не существует. С другой стороны, вот этот вот хедер, который у меня здесь записан, она действительно является строчкой. Поэтому я могу, например, возвратить туда этот самый хедер. Вот, а теперь я хотел бы, например, восстановить абсолютно ту же структуру, которая у нас была изначально вот в этом файле data.txt. Да, то есть хедер я уже написал, а теперь я хочу вернуть вот это вот что здесь. Тоже разделенная запятой. То есть что я могу сделать? Ну, если бы у меня все еще было... А хотя нет, я же поменял их порядок. То есть это не получится. Значит, что я должен сделать? Должен сделать for iInRange, потому что у меня теперь... Я не могу просто пройтись и получить значение из array. Я должен буду называть какие-то определенные элементы из разных array. Поэтому я хочу здесь вставить длину... Ну, у нас они же одинаковые, то есть xValues. То есть i будет от 0 до длины минус 1. Что означает, что я покрою все элементы. Да, и тогда я могу сказать такую вещь. Так, в хедере у меня остается вот это n в конце. То есть перенос строки имеется. А здесь придется это дело добавлять. Да, то есть я буду как делать? Я буду писать... То есть write, потом str я перевожу вещь в string. Что я перевожу? Что я перевожу? Потом, само собой, yValues и должен вернуть запятую, который там отсутствует. И в конце я должен написать вот эту вот строчку, перенос строки. Иначе у меня все будет в одной и той же строке. Вот. То есть я могу это сделать вот так. А можно сначала составить эту строчку. Да, то есть ввести какую-то переменную. Сказать, что она это, плюс это, плюс это, плюс это. И записать единой командой write. Да, то есть если много писать, если строчка большая, длинная, или с ней потенциально надо что-то сделать. Например, если лист, в нем есть команда .join. И тогда можно заменить, например, объединить весь лист через запятые, или пробелы, или что-то такое автоматически. Не делая вот такой вот ручной работы. То есть сейчас я сделал его довольно-таки поручно. Но оно, в принципе, должно сработать, если я не допустил какие-то ошибочки в этом деле. Так. То есть по-прежнему я даю имя, откуда брать данные. Но он должен их сохранить. Так. Что это у меня? Двойка у тебя тут в имени программы 1.2. Или А, так она названа, да? Я ее так и назвал. Но он почему-то решил, что у меня... Так. Ну это дата текста, а? Может, ему не нравится тире в имени. Может быть. Такое тоже может быть. В третьем питоне меньше таких проблем. Но вот тут вот они иногда возникают очень так своеобразно. Попробуем еще раз. Вот так сработало. Что-то она тут так тоже тушит. Каум. Так. Что и где мы сделали ошибку. То есть мы здесь записали только вот x-value, y-value и ничего не случилось, поскольку у нас возникла какая-то ошибка. У меня что-то неправильные эти написал строчки. А, да. Скобки же не тебе поставил. Вот тут же квадратные должны быть. А вот и разница в том, что иногда оно вот без слова питом запускается, а иногда не запускается. О! Все сработало. Без ошибок. Посмотрим, что у нас получилось на выходе. Ну, можем сравнить его с тем, что было на входе. Конечно, единственное, что изменилось, что все значения теперь float. Да. Что раньше было 3.4, сейчас 3.0, 4.0, да. Вот. Это все, что он сделал на данный момент. И есть еще другой вариант что-то сделать и сохранить. То есть, например, чтобы прочитать этот файл, да, вот test1, то его придется вычитать как бы точно так же, как мы читаем изначальную дату. Да, потому что его формат, в принципе, идентичный. Вот. Поэтому, если я хочу что-то другое написать, то есть, сохранить по возможности формат, тогда я сделаю следующую вещь. То есть, я оставлю вот эту вот часть, я ее просто закомментирую. И вот, сделаем import pickle. Вот. Но тогда файл нужно открыть в другом формате. Да, вот. Очень интересный такой вариант возникает, что вот это вот W, оно больше не работает. надо BW или WB, я помню, то есть, в бинарном его открыть. И вот это вот write уже использовать нельзя. Потому что вот этот write, оно исключительно работает так, оно работает исключительно в текстовый файл. Вот. А что я сделаю здесь? Здесь я сделаю очень просто. Я буду говорить pickle dump. Теперь что и куда. Если я правильно помню формат. Вот. То же самое используется в ADC Viewer. Единственное, что тут файл открывается вот как-то такой единой строчкой. а он говорит какие данные, в какой файл и с каким протоколом. Но протокол это не обязательная вещь. Он сам разберется в большинстве случаев. То есть, тогда мы сделаем что у нас федер и куда. Это out файл. Все. в принципе единственное, что теперь мне достаточно просто написать x-values и y-values. Вот. И после этого в принципе файл можно закрыть. Это кстати то, что мы не сделали в предыдущем. Но когда программа заканчивается он все равно закрывается. Поэтому в принципе это не очень обязательно. Единственное, что его потом еще раз не откроешь. Вот. То есть, мы теперь сохраняем все данные, но мы их сохраняем в формате питона. И прочитать его обратно можно будет только с помощью функции pickle. Опять же, я хочу посмотреть этот пример. Где он делается? Тут он пишется и где-то же он читается. Вот. Точно так же делается load имени файла уже открытого. Его открыть в rw. вот здесь в формате и он все элементы объекта питона опять загрузит. То есть появятся и переменные хедеры, переменные x-value, переменные y-value. То есть вот это все автоматически будет восстановлено. То, что было записано, оно будет восстановлено. Попробуем запустить сейчас этот файл. Надеюсь опять без запечаток. так. Единственное, что не всегда он срабатывает, если файл существует, его лучше стереть. Вот. Вот сохранилось. Вот у нас файл сохранился. Если мы его откроем на просмотр, то увидим там всякую мешанину, поскольку Python записал это в том формате, как ему нравится. Но еще раз Python в pickle сохраняет все объекты, которые native родные самому Python. Вот. С root объектами такое может не пройти. Теперь если нужно сохранить большое количество бинарных данных, ну то есть и вообще в принципе данных, pickle он будет слишком медным, потому что мы берем репрезентацию данных внутри Python, мы переводим ее в ASCII совместимый формат, добавляем какие-то специальные форматинги, которые pickle делает самостоятельно, пишем это в текстовый файл, что уже неэффективно, поскольку если у нас есть 16-битное число, то каждая цифра будет обозначаться ASCII символом, это 8 бит, то есть это будет 16 умножить на 8, у нас идет увеличение размера данных как минимум 8 раз, плюс еще добавление всяких форматирующих элементов, то есть запросто раз в 10 файл разбухает. Поэтому запись в бинарном и особенно в сжатом бинарном формате она представляется очень удобной и выгодной в данном случае. Рут формат он очень похож на практически любое дерево. Примером является например файловая система. То есть как открываешь диск C, в нем есть папки, открываешь папку, в нем есть файлы и другие папки. Примерно так же это и работает с небольшими отличиями. то есть если мы так посмотрим у нас есть сам верхняя часть вот этого файла как root как диск C или как диск D на Windows и под ним располагаются по сути то что называется собственно деревья. То есть у меня есть вот тут написан хедер и в этом хедере имеются дополнительные или ветви или листья в зависимости в каком формате они сделаны. То есть leave то что называется это обычно единственное какое-то значение. А branch то бишь ветка она может быть разными объектами. То есть в этом дереве могут быть написаны всякие объекты. Но не обязательно делать это так. Иногда я могу в root файл сохранить какой-то напрямой объект. Например какую-нибудь хистограмму или какой-то график или какой-то результат без попытки организовать его в какую-то структуру. То есть вот эта структура дерева и структура ветви этого дерева она нужна только для сохранения данных. То есть я не могу взять и какой-нибудь вектор или что-то просто так написать в root файл. мы уже о C++ говорим поэтому вектор вернулся и другие терминологии. Единственное основное отличие то есть вот тут есть хедер тут есть у нас футер тоже есть какие-то вот эти ветви если мы посмотрим то есть кликнуть на него что-то есть в данном случае он их показывает как листья он не видит их как ветви но потому что там написано как бы единые значения которые он может показать хитрость выключается вот здесь когда мы переходим в данный то есть что происходит в данных которые у нас есть root позволяет записывать дерево во множестве копий самого себя то есть вот у меня предположим есть дата и если я делаю ему write то он создает первую instance этой даты если я делаю его еще раз write он мне опять создает эту дату если я делаю еще раз write он создает мне еще одну копию этой даты но то что их отличает у них появляется как бы серийный номер это не тот номер который отображается в руке это event то есть событие номер события это то что можно вызвать изнутри root файла и спросить сколько в тебе содержится events причем в одном то есть таким образом в одном файле у меня может содержаться единая копия хедера единая копия футера записанные причем в разное время открытие файла пишется это пишется на закрытие получилось а вот это пишется у меня в процессе они независимы и доступ к началу каждого ивента по сути записан внутри root файла и можно получить быстрый доступ к каждому событию за счет чего это является эффективным методом плюс сам файл поскольку он бинарный он автоматически сжимается zip алгоритмом есть параметры контролирующие это но как правило по умолчанию работает все хорошо и таким образом размер этого файла он значительно меньше чем даже если бы просто писался пустой байпер теперь быстро посмотрим вот я перенес один файл с примером что можно с этим сделать уже изнутри как бы самого рута файла и я просто запущу питон вызову из него рут опять же сделать это можно изнутри самого рута немножко будет разница в том как это все вызывается и потом мы работаем там в c++ и требуется создавать объекты и указывать для них поинтеры а в питоне получается проще потому что этого всего делать не надо то есть import root то есть я скажу что мой файл у меня будет root t file open и просто дать ему имя файла в принципе ничего больше делать не нужно теперь у меня файл является вот этим вот самым объектом я могу с ним работать то есть в скриптах обычно не требуется вот такая вот работа но я могу например сказать file.ls вот и он мне даст содержимое опять же вот эта точка запятой один это означает что этот объект уникален и проблем с ним нету то есть он не является имей если мне нужен какой-то объект да из него то я должен сделать file.get дать ему имя этого объекта да то есть таким образом вот оно дерево так но я хочу его как-то вот хедер ну так его и назовем почему бы и не да то есть в этом хедере теперь имеются какие-то вещи могу так сделать не он не дает содержимого что внутри поэтому знать что внутри это в принципе вещь полезная но если я хочу из него что-то получить ну это run number да то есть я тогда сделаю просто и вызову его как run number повторить вот и я получу значение да и тут что 0 записан рмс это что такое ну когда я пытаюсь открывать вот эти вот листья в просмотрчике он не знает тип объекта и он пытается его открыть как гистограмму потому что это по умолчанию и он открывает гистограмму в которой всего одно значение или два значения вот и он пытается сразу показывать ему статистику как средний рмс то есть вот этот браузер как просмотрчик вещь в принципе нехороший да нет расшифровывается как рмс а root min square то есть квадратичная средняя вот индиси serial number да чтобы мне там так что это у меня такое в принципе это вообще элемент и в нем что-то должно быть разве нет вот то есть по сути я сейчас пытаюсь когда я сделал get объект я получил структуру объекта но я не получил его содержимого вот это самая интересная такая хитрость которая есть в руке то есть он разделяет структуру как бы и поинтер и структуру этого объекта и то что внутри причина в том что может быть больше чем одного события записано то есть если я сделаю header.events я спрашиваю сколько нет ответ events мы вот так то есть не events а entries то есть вопрос сколько событий содержится в моем хедер сколько в нем содержится событий то есть сколько раз команда write была вызвана при создании этого файла в данном случае я получаю интересный ответ 1l l это всего лишь тип что это long integer из c++ то есть в хедере содержится всего одно событие вот что я могу сделать потом я должен вызвать это самое событие как правило если одно событие по идее должно и вот так сработать но для точности лучше написать номер того события который вот это событие и теперь предыдущие команды которые я делал например вызов номера EDC дает мне данные то есть если я вызвал вот так у меня это всего лишь буфер что я еще пытался номер рано теперь они все имеют все какие-то значения в случае например того же serial number я могу сказать что это какая-то переменная и в этой переменной теперь есть нулевой элемент и в нем есть первый элемент то есть вот номера ACP которые были использованы я могу получить длину этого объекта и в нем всего 20 вот то есть вот это и есть структура данных если я хочу получить собственно данные изнутри я хочу посмотреть непосредственно на какой-то канал каких-то данных тогда я просто говорю файл ну опять же то есть например data у меня равняется file et и опять же имя того объекта который я хочу получить да то есть data et entries мне скажет что тут тоже одно событие теперь get entry я получу это самое одно событие вот то есть не надо делать что а равняется дата get entry то есть get entry говорит что instance вот этого дерева в памяти заполнится с событиями и данными из события первого нулевого то есть первого события или второго из третьего то есть он будет перезаписывать данные в памяти и нельзя прочитать больше чем одно событие за раз таким образом то есть надо тоже создавать несколько переменных и get делать каждый раз для разных перемен если зачем-то это нужно вот теперь что у нас есть внутри наших данных в наших данных есть например channel 0 и мы можем попробовать получить этот самый 0 предположим q равняется data 0 ну или вот тот же system time data или вот то есть любые переменные которые можно из этого получить они могут быть так еще буквы с маленькой буквой с большой это имеет для рута большое значение вот то есть у меня теперь какой-то странный объект в принципе root может с ним работать но если я хочу с ним работать внутри питона да то есть если я скажу питону сказание что такое type то он скажет что это буфер да буфер внутри рута все что он мне скажет поэтому я могу попробовать преобразовать тип например я могу например попробовать сказать что теперь равняется арей от его же самого то есть перезаписать этот самый буфер и теперь у меня килл нумерик валюс просто цифры в данном случае integers и питон это хорошо понимает да здесь я попрошу type q элемента он скажет что это интегер и не просто интегер а 32 то есть наименейший возможного размера который в данном случае присутствует внутри питона вот то есть не 64 бит но 32 бит теперь это такая же переменная и с ним можно производить как бы все то что мы можем производить с другими аренами так возвращаясь к нашему файлу попробуем теперь сохранить наши имеющиеся данные причем хедер в данном случае не буду сохранять по причине что текст сложнее сохранить в ротовский файл хотя возможно то есть надо создавать определенный тип вот но вот наши x-values и y-values можно попробовать сохранить в рот файл то есть что для этого нужно тут просто сейчас скопированный кусочек будем его поправлять то есть сначала желательно открыть рутовский файл команды open не существует то есть open это только для открытия файла а для его создания просто здесь дается опять же имя test2.root например и дается к нему опция можно написать write можно сказать open а можно сказать recreate recreate немного опасно тем что если файл существует он его перезапишет вот но с другой стороны по крайней мере для тестирования чего-то это очень удобно потому что запускаешь один и тот же скрипт много раз и каждый раз стирать имеющийся файл очень неудобно вот таким образом вот это вот recreate очень полезно теперь мы хотим создать дерево вот какой-нибудь перемен абсолютно неважно какую мы говорим root3 и даем имя это то имя которое будет отображаться внутри самого root файла это вот то что здесь называется хедером fc data и что угодно и это его описание то есть это то описание когда мы пишем ls и просим лист всего что задержится файле что он нам напишет для чего и существует в принципе не обязательно но это так что помните и теперь я создаю вот эти вот ветры тут у нас только 2 2 набора данных лишнее нам не нужно вот xvalues тут идет название но это название обязательно должно совпасть с именем переменной потому что он по этому названию будет передавать ему pointer на имеющиеся данные поэтому желательно это все соблюдать да то есть вот здесь вот здесь у меня будет это вот здесь у меня будет xvalues то есть хотя не неправильно сказал вот здесь и вот здесь должно совпадать да то есть если переменная отличается в данном случае я все поставил то есть вот это первое просто имя может быть что угодно а вот здесь везде должно быть написано соответствующее имя теперь что это означает значит записать как ветвь с этим именем данные из вот этой вот переменной в которой имеется 100 ката элементов видите я его добавляю я создаю стринг в котором просто добавлена цифра да это просто length длина array xvalues и тип типы рута они чуть-чуть отличаются но d по-моему это просто double precision float или double precision integers то есть это тоже хороший вопрос если у нас сейчас это не получится мне придется пойти и поискать что означает это d ибо я это не помню скорее всего поскольку у нас floating points то скорее всего здесь должно быть f причем есть разница между маленьким и большим одно из них 32 битно одно из них 64 битно почему так если тип здесь не соответствует типу данных которые у нас находятся непосредственно в array root не будет разбираться что внутри array он просто будет его писать как поток битов но в оглоблении этого объекта он напишет что там столько-то элементов каждый является таким типом и при чтении он может создать из него абсолютно невообразимую кашу ерунды вот поэтому тип вот здесь и вот здесь абсолютно должен совпадать поэтому на самом деле то есть я помню у нас здесь был 64 битно да если помнить правильно тип вот например пусть мы здесь так это и сделаем на всякий случай проверим это дело type x values ну какого-нибудь элемента внутри вот и чтобы точно убедиться в том что мы делаем что нужно поищем root t3 data так в классе referency в принципе это должно быть вот о прямо прямо вы нашли а вот я и не прав f большое это 32 битный флоутер тут еще signed unsigned это integers floating number нет d правильно то есть там было изначально правильно написано d это тот тип который нам нужен вот теперь что происходит мы создали дерево объект дерева его зовут plot data и в нем 2 2 ветви x values и y values но оно пустое надо его заполнить делается команда fill и в момент fill он только берет данные из вот этих вот rf и после этого я делаю write вот пишется оно в тот файл который был открыт вот так на самом деле других объектов у нас здесь нету вот и потом будет просто файл close ну то есть как бы логика в этом не меняется единственное что если у нас много событий файл можно не закрывать предположим что это как бы функция которой можно говорить типа сохрани это дело то есть второй раз создавать дерево не нужно но после того как вы сделали fill и write можно запустить другой код который что-то делает например собирает данные с ацп и тогда значения x-values и y-values будут другими как только они поменяются можно опять сказать fill write потом опять значения поменяются дерево уже существует опять можно сказать fill write таким образом у вас будет сохранено уже три ивента вот таким образом это система и работает так давайте сохраним попробуем это запустить и посмотрим что из этого получится все оно сработало вот у нас появился файл test2 root если мы его откроем то увидим внутри вот это самое дерево которое мы назвали plot data в нем есть x-values и y-values если мы нажмем на x-values опять же он не знает что это такое и просто дает мне гистограмму этих цифр но там же так и было 2, 3, 4, 5 ну вот и значения y-values которые были 3, 4, 5, 6, 0, 6 и мы даже это здесь видим то есть он просто выдает вот array как гистограмму потому что ему так хочется именно поэтому вот данные горизонта по сути нельзя таким образом просматривать получается непонятно что вот но опять же эта вещь служит только очень для быстрого взгляда на вещи да оно не служит для полноценного просмотра или анализа данных вот это вся процедура сохранения есть еще процедура когда можно прочитать дерево и можно ему сказать планировать дерево можно сказать копировать дерево да вот эту самую процедуру и используется в ADC Viewer вот то есть сначала создается дерево тем что я просто клонирую структуру а потом я копирую его содержание вот то есть copy entries определенного события а нет какого откуда из какого дерева то есть здесь поскольку футере и фредере только одно событие мне не нужно указывать какое именно я это делаю для данных вот здесь мне приходится это делать то есть я сначала получаю нужное дерево я его копирую потом я говорю получи данные какого-то события да current event number потом я делаю fill и write то есть вот это та же процедура абсолютно единственное что мне не приходится заново создавать структуру я просто говорю склонировать да повторить ту же структуру которая же имеется структура задана внутри исходника программы которая собирает данные здесь мы уже просто работаем с имеющейся структурой и все что нам надо сделать создать дерево в памяти поместить данные нужного события внутри временного дерева новому сказать скопируй эти самые события в себе и запиши его файл то есть вот таким образом я разделяю вот эти множество элементов по одному потому что каждый каждый райт происходит в разное имя файла и оно просто разделяется вот и ну в принципе все то есть это вот вот